В какой срок и какие сведения должен передать сотрудник полиции в дежурную часть отдела внутренних дел после получения заявления от гражданина о совершенном преступлении или административном правонарушении? Согласно пункту 14.1 инструкции о порядке принятия заявлений приказ Министерства внутренних дел России номер 736 сотрудник органов внутренних дел, принявший заявление или сообщение о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии, обязан незамедлительно передать в дежурную часть по телефону, электронной почте, А также посредством иных доступных видов связи информацию по существу принятого заявления или сообщения для регистрации Книги учета сообщений о преступлениях При этом оперативному дежурному дежурной части передается следующая информация, дата и время поступления заявления или сообщения Фамилия, имя и отчество заявителя Адрес места жительства или пребывания, номер телефона заявителя Форма фиксации заявления или сообщения, письменное заявление, протокол явки с повинной или другая форма На принятом заявлении о преступлении или об административном правонарушении, о происшествии сотрудник органов внутренних дел в обязательном порядке указывает дату и время его получения, свои должность, инициалы, фамилию и заверяет эти сведения своей подписью В какой срок и какие сведения должен передать сотрудник полиции в дежурную часть отдела внутренних дел после получения заявления от гражданина о совершенном преступлении или административном правонарушении? Согласно пункту 14.1 инструкции о порядке принятия заявлений приказ Министерства внутренних дел России номер 736 сотрудник органов внутренних дел, принявший заявление или сообщение о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии, обязан незамедлительно передать в дежурную часть по телефону, электронной почте, а также посредством иных доступных видов связи информацию по существу принятого заявления или сообщения для регистрации Книги учета сообщений о преступлениях При этом оперативному дежурному дежурной части передается следующая информация, дата и время поступления заявления или сообщения Фамилия, имя и отчество заявителя Адрес места жительства или пребывания, номер телефона заявителя Форма фиксации заявления или сообщения, письменное заявление, протокол явки с повинной или другая форма На принятом заявлении о преступлении или об административном правонарушении, о происшествии сотрудник органов внутренних дел в обязательном порядке указывает дату и время его получения, свои должность, инициалы, фамилию и заверяет эти сведения своей подписью В какой срок и какие сведения должен передать сотрудник полиции в дежурную часть отдела внутренних дел после получения заявления от гражданина о совершенном преступлении или административном правонарушении? Согласно пункту 14.1 инструкции о порядке принятия заявлений, приказ Министерства внутренних дел России номер 736 При этом оперативному дежурному дежурной части передается следующая информация Дата и время поступления заявления или сообщения Фамилия, имя и отчество заявителя Адрес места жительства или пребывания, номер телефона заявителя Форма фиксации заявления или сообщения, письменное заявление, протокол явки с повинной или другая форма На принятом заявлении о преступлении или об административном правонарушении, о происшествии сотрудник органов внутренних дел в обязательном порядке указывает дату и время его получения, свои должность, инициалы, фамилию и заверяет эти сведения своей подписью Субтитры создавал DimaTorzok